Наконец-то душ, душ. Несколько дней не было душа, потому что разброски были в тех местах, где-то было далеко до пайлота, поэтому два дня не было душа, а сегодня наконец-то я доехал до него. Если заправляешься на 50 галлонов, один душ, каждый 52 галлонов, душ бесплатно, именно на пайлот или на флайт, это такие заправочные центры, тракстопы так называемые, а так стоит 15 долларов душ. Тут туалет, вентилятор. Короче пришлось запарковаться на середине дороги, вот все было ночью, все заледенело, ледяной дождь. Сейчас буду здесь сниматься и здесь снимать машину, и у нее туда надо внести, почти не смог заехать сюда. Вот тут какая красота Арканзас, немножко в горах, здесь оказывается есть горы. В общем, все в инии, весь лес. Так вот здесь бывает. Вон как смотрится все, все бело и бело, причем снега нет, это чисто иний. Вот так вот замерзло все, все деревья. Лед на деревьях, а снега нет. Причем интересно, до определенной высоты только вот этот вот иний покрылся, уже чуть-чуть ниже, вот я с горочки спускаюсь, уже все, уже нету этого иния. Просто в определенной высоте только он находится. Да, конечно, доставать какие-то горы, короче, вообще никого здесь нет, связи нету, не могу дозвониться, но видимо приехал, оставил трейлер, сам уехал. Конечно жесть, наледенение вот такие. Машина прилипла. Вот это вот разбивало на других штуках, приходилось разбивать сильно. Здесь вроде ничего, а там приходилось молотком прям включать. Да, жесть, конечно. Оказывается, я вон как высоко, ничего себе как забрался. А там было непонятно даже, когда потихоньку забирался. Это жесть. Ну и дорожки здесь, в Арканзессе. Скалы, с них вода. Прям над дорогой скала с деревом. Ничего себе. Вот это красота, это природа. Вот бывают такие доставки. Связи нет, интернета нет. Непонятно как, с кем связываться. Просто едешь и все. Пока не выйдешь. Ещё ретиной дождь было. На стекле до сих пор лёд. Да, друзья, тяжёлая у меня была поездочка из Чикаго. В общем, сюда вот в Арканзас. Ну, в общем, этот ледяной дождь. У меня ещё инспекция. Перед последним деливером сделали инспекцию. Это просто метод решил остановить. Не ещё просто так. Остановил, сделал инспекцию. Инспекция категории 2. Они разные инспекции. С 1, 2, 3. Но потом подробнее можно рассказать. Чуть долго он делал. Больше часа её почему-то не знаю. Проверял там долго. Вот. И сейчас я приехал за очередным рейсом. Поверните направо. Затем ваше место назначения будет вправо. Я в Чикаго забирался такого автосалона. И сейчас здесь буду забирать. Посмотрим. Интересно вам, что у меня за машина? Напишите в комментариях, как думаете, что я повезу. Приходишь, просто называешь машину и всё. И тебе дают ключи. Ты делаешь инспекцию и уезжаешь. Вот так всё просто. Ну вот. Это Cadillac. Новенький. Нулёвый. 6 миль пробега всего. А какой? Отгадайте в комментариях. Сейчас скажу. X-T4. Коричневый салон. Вот он такой. Красивый. Всё. Качественно. Сделано. Тут все примочки для зарядки. Всё. Всё есть. Всё, что надо. А что, она не закрывается? Она нажимается и сама закрывается. Ничего себе. Вот. Всё красиво. Всё качественно. Поделак. Вот он так выглядит. Внешний вид. Нулёвенький. Поедет он у нас в сам Антонио. 12 часов езды. Платят за него. Как вы думаете сколько? Напишите в комментариях. Скажу, когда доставлю. Грязюка. Это всё с солью. Всё сейчас здесь. Вот эта вся. Это весь лёд. Он весь с солью. Сейчас он заехал задом. Сколько посыпалось этого. Надо, конечно, чтобы было с той стороны есть подкрыльник, а здесь нет. Не очень хорошо. Ну вот он. Красавица. Это два кисти X. XT, точнее, четыре. В общем, как вы думаете, сколько по времени завело мне его забрать? 20 минут ожидания. В этом салоне 5 минут инспекция и 10 минут погрузка и крепление. Ну вот, в итоге почти час. А так бы 15 минут всё вышло, если бы сразу ключу отдали. Что-то они там искали опять. А, ещё прикол. Они спрашивают, дайте нам какую-то бумагу. А я им говорю, так всё электронно. Вот инспекция сейчас фотка сделала. Я вам отправлю BOL. Он такой, ооо, как всё это. Как по-современному. Блин, люди вообще живут здесь в глуши. В горах. И ничего. Такие как бы комплексы здесь, а они в деревне. Вот так вот. Такие тачки продают в деревне. Вот она Америка, друзья. Минструктура есть даже в самой глуши. Блин, пришлось ещё минут 10 потратить. Бензина мало оставалось. Чтобы до заправки доехать. Я далеко. В горах, в деревне. Поэтому пришлось канистр использовать. Пол канистры долить, чтобы как раз хватило до заправки. И грязно там было. Она у меня опрокинулась. Сейчас, вон, какая рука. Нужно чистить будет. В общем, забираю GMC. GMC Sierra 2017 года. Пробегу очень много. 57 тысяч. Весь поцарапанный по кругу. Вот такие вот царапины здесь видны. Ммм, куча царапин. Здесь, здесь, здесь. Уже приехал. Они всем закрываются. Я приехал в 7.08. Но я звонил. Сказали, что можно забрать машину. И я, в общем, мне пошли навстречу. И я её забрал. Всё. Сейчас едем. Едем в Тегас. Большая машинка. У-у-у. Мусора куча. Мусорос. Хе-хе-хе. Не знаю, видно здесь нет. У него красиво. Фары горят. Каемка такая. Нет, тут не видно. Во-во-во. О, видно сейчас. Классно. Сейчас загружаем. Я думаю, должно хватить места мне. Если нет, то тогда экстеншен выдвинем. И будет нормально. Красивая оптика. Красивая оптика. Классно. То. В 오른ед Joyкл.